Проехать со стаканом воды на крыше, не пролив ни капли, это только одно из испытаний на конкурсе таксистов. Лучшего выбирали сегодня. Анастасия Горелова следила за борьбой. 250 миллилитров будет набрано в стакан. То есть, соответственно, вы стакан собственноручно берете с весов и устанавливаете на крышу автомобиля. 16 опытных таксистов борются за звание лучшего. Для победы необходимо успешно пройти серию испытаний. Получить звание лучший таксист года не так-то просто. Нужно не только знать правила, но и пройти практическую часть, то есть упражнения на плавность. Проехать со стеклянным стаканом воды и не пролить. Быстро и правильно установить детское кресло, проехать змейкой передним и задним ходом, развернуться в ограниченном пространстве и все это за 4 минуты. Наталья с задачей справляется легко. В такси она работает уже 13 лет. Показать свое мастерство, показать на что ты способен, посмотреть на что способны другие люди. И равняться на тех, кто выше тебя. Потому что здесь конкуренция достаточно хорошая. Есть на кого смотреть. Каждый водитель такси должен знать правила дорожного движения. Ориентироваться в городе, помнить, где расположены достопримечательности. Все это проверяли на предыдущих этапах конкурса. Лучший водитель такси это не просто человек, который способен от точки А до точки Б по навигатору довезти. Как сейчас это стало все просто. А есть такое выражение, что водитель это лицо города. Зачастую водитель тот, кто встречает туристов на вокзале, в аэропорту. Тот, кто хочет и может хотя бы минимально рассказать про город, про его основные достопримечательности. Победители регионального тура получат денежный приз. За первое место 15 тысяч рублей, за второе 10, за третье 5. Организаторы рассчитывают, что со временем такие состязания станут популярными. Участников будет больше, а борьба за победу принципиальнее. В итоге и общий уровень водителей такси вырастет. Я думаю, это все с каждым годом будет все больше и больше привлекать интерес. А это профессионализм. То есть я пришел, я должен показать, насколько я умею, могу. И насколько я от своих собратьев отличаюсь по качеству, по умению вождения, подходу. Победители регионального турнира будут представлять регионы на финальном этапе конкурса. Он пройдет в мае следующего года и покажет, где в России самые профессиональные таксисты. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Продолжение следует...